В этом видео я хочу поведать вам о самой большой ошибке, что прячется в криптовалюте на данный момент. Также я хочу рассказать вам о трех существующих видах криптовалют, что очень поможет нам определить монеты с хорошей перспективой для долгосрочного инвестирования. И если вы тут впервые, почему бы не подписаться на канал? Для вас это фактически бесплатно, а для меня это единственная валюта, которую я получаю с этого канала. Всем привет, меня зовут Богатейши Ди. Поехали! Начну я с цитаты Оскара Уальда, писателя и поэта позднего викторианского периода. «Ценник — это человек, знающий всему цену, но не знающий ценности». Ничего не напоминает? Филипп Фишер — успешный профессиональный инвестор, проживший 96 лет. Также писал и книги «Обыкновенные акции и необыкновенные доходы». Это книга авторства Фишера, изменившая жизнь самого Уоррена Баффета. По крайней мере, известный миллиардер так говорил. В этой книге мы можем найти интересную цитату. «Фондовый рынок полон людей, которые знают цену, но понятия не имеют о ценности». Похоже, что Фишер любил почитать Оскара Уальда. К чему вообще обе эти цитаты? Что ж, будем откровенны, большинство криптовалют никак не связаны с какой-либо ценностью. Неделю назад на форуме читал следующее. «Я не могу поверить, что Иос торгуется ниже 5 долларов, ребята. Влетаю на всю котлету в Иос». Этот человек точно знает цену Иоса, но навряд ли интересовался его ценностью. Идеальный пример того, о чем говорил Фишер. Правда, он писал о фондовых рынках, но на криптовалютных это тоже работает. Давайте сравним криптовалюты и акции. Люди, владеющие акциями, называются акционерами. Каждая акция предоставляет какие-то права. В частности, право на получение части прибыли компании в виде дивидендов за год или четверть года, без разницы. Так, по идее, должно быть. Но сейчас большинство компаний не выплачивают никаких дивидендов. Но все равно акционеры получают различные привилегии. Например, они могут участвовать в управлении компанией, голосовать, получать имущество при ликвидации и так дальше. А что же получают криптовалютные инвесторы? Такие, как я, например. Это риторический вопрос. Вообще, мы получаем ничего. Честно говоря, меня это не особо волнует. По крайней мере, до тех пор, пока на монеты или токены, о которых мы говорим, есть спрос. А что если у токена особо-то и не существует полезности? Или его специализация такая узкая, что на него действительно нет спроса? Или спрос настолько ничтожный, что не способен справляться с продающей силой? Кстати, очень часто продающая сила набирает обороты лишь потому, что у токена попросту нет роста спроса. У проекта ничего не происходит. Где же та здоровая криптоэкономика? На данный момент рынок уже не исключительно, а в основном подпитывается выдуманным спросом. Или хайпом. Называйте как хотите, смысл не изменится. А именно за счет этого компании как-то выросли и вырастут в будущем. Но честно говоря, если экономика токенов никак не связана с показателями роста компании, то для нас даже нет никакой разницы, как они там вырастут. Ну вырастет компания, ладно. А если связи с токеном нет, то как вырастет его цена? Или спрос на него? Существует три вида криптовалюты. Это виртуальные деньги. Я так их назову, хотя есть различные термины для этого. Это биткоин, даша и так дальше. Вы прекрасно знаете. Платформы и блокчейны. Это эфириум, нео, иос, кардана, стеллар. Много их в общем-то расплодилось. И последний вид это так званые ютилити токены. Они представляют большую часть криптовалют. Например, Basic Attention Token, Binance Coin, No Limit Coin и так дальше. К примеру, Binance Coin предоставляет некоторые привилегии для трейдеров, торгующих на бирже Binance. Я думаю, что это не единственная причина, почему так много людей инвестировали в Binance Coin, но считаю, что именно эти привилегии и создают естественный спрос на токен от Binance. Это уже то, что я называю здоровой криптоэкономикой. Спрос создается не хайпом, а полезностью. Такая же история и с тем же No Limit Coin, без которого люди просто не смогут пользоваться их платформой. К тому же разработчики сделали процесс покупки токена с помощью карточки настолько простым, что справится даже новичок. А это тоже способствует рождению здорового спроса на этот коин. No Limit, кстати, является платформой для ставок. У них даже есть ставки на фэнтези игры. Никогда таким не интересовался. Это главная идея этого видео, которую я хочу донести. Если вы ищете солидный проект для долгосрочных инвестиций, вы должны обращать внимание не только на то, как компания себя представляет в будущем в той же дорожной карте, но и нырнуть в экономику токена. Смотреть не только на все эти капитализации, курсы, предложения, баунти-компании. Все это, конечно, важно, но второстепенно. Вы должны спросить, в чем функция этого токена? Является ли он топливом платформы? Есть ли смысл его покупать, чтобы вообще пользоваться этой платформой? Сразу вспоминается Питер Илинч, о нем я уже как-то упоминал. Он сказал, знай, чем ты владеешь, и знай, почему ты этим владеешь. После такой прекрасной цитаты не стыдно и точку поставить. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки или дизлайки, комментируйте, заглядывайте к нам в группу ВК и Телеграм, а также делитесь видео с друзьями и смотрите наши предыдущие выпуски. Все это абсолютно бесплатно. А меня зовут Богатейший Ди. До скорого.